Всем здравствуйте! С вами передача Полезный Человек. И сегодня мы пообщаемся с двукратной чемпионкой мира по восточным танцам, президентом Крымской Лиги Восточного Танца и создателем в студии Нефертити Анастасией Самариной. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте, Оксаночка! Как мне приятно писать интервью с таким человеком, который достиг таких результатов. Стать чемпионом мира дважды. Как вообще это было возможно? Была ли это мечта с самого детства? Расскажи немножко об этом. Спасибо. Мечтой, конечно, такой не было. Она появилась в перспективе занятия восточными танцами. Сначала, конечно, я больше давала все своим ученикам. И когда я поняла, что я тоже хочу чего-то достичь, я вот пошла вот на такую цель и вот достигла этого уровня. Спасибо всем, кто мне помогал, моим коллегам и судьбе за это. Да, ну а теперь хочется отмотать пленку назад все-таки. И вот, не знаю, наверное, с самого детства. И понять, было ли это целью с детства или это все-таки приобретенное через какие-то годы. Кем ты планировала и мечтала стать в детстве? Я мечтала стать юристом и защищать всех хороших людей. Довольна ли ты результатом, что получилось у тебя на данный момент? Да, я довольна, потому что я считаю, что я самый счастливый человек, потому что это моя любимая работа, любимое детище и смысл всей моей жизни. Поэтому мне все нравится, мне устраивает. Расскажи, со скольки лет ты начала заниматься восточным танцем? Или вот возможно были еще какие-то виды танца, но ты выбрала все-таки Восток? Да, около 10-11 лет я занималась современной хореографией. Ближе к 18 лет я занялась хип-хопом. И потом я перешла через год на восточный танц. И через три месяца мой первый тренер сразу меня поставил тоже работать тренером. Я уже вот 13 лет преподаю восточные танцы. 13 лет преподаешь? Ну это такой большой путь, столько всего на твоем пути уже было и столько открытий, которые ты создала. Расскажи о студии Нефертити или вообще, что было первым твоим открытием? Вот после того, как ты начала тренерскую деятельность в восточных танцах, что первое ты открыла и почему ты решила, что тебе нужно в этом двигаться дальше? Первое я открыла студию, естественно, свою Нефертити. Название я взяла с известного сериала «Клон», который в то время был очень знаменитым, и я даже не думала о названии. И моя цель была воспитать большую школу, всегда мечтала иметь большую школу. Учеников прошло много через мою студию. На данный момент я даже не скажу про цифр, потому что я уже не преподаю в студию, у меня работает Наталья Гродкова, тренер. Что было дальше, следующим шагом после создания студии? Мне захотелось развиваться в плане как организатор, создавать уже, собирать не только учеников, но и школы. И я создала Крымскую лигу восточного танца, чтобы объединить всех единомышленников, любителей восточного танца и развивать эту нашу культуру на более высоком качественном уровне. Настя, расскажи немножко подробнее о Крымской лиге восточного танца. Какие преимущества она дает для танцоров, те, которые в нее вступают или как-то причастны к ней? Первое, что она дает, это, конечно же, развитие. Также мы развиваем и обучаем судей при нашей организации, которая сотрудничает с Министерством культуры Крыма. Поэтому наши дипломы котируются, когда проходят фестивали при поддержке Министерства культуры, котируются на других мероприятиях. Сейчас школьники собирают досье всех мероприятий, где они участвовали. И потом они с этими дипломами, я знаю, могут путевки получать и так далее, да, куда-то стипендии в институте. Главным слоганом нашей лиги является «Танцуй свою историю», которую придумала моя ученица Ирочка Маренкова, которая на протяжении восьми лет уже, может быть, даже более занимается в нашей студии «Нефертити». А как часто проходят фестивали «Нефертити» в Крыму? Весна и осень. Весна и осень. То есть два раза в год проходит этот фестиваль. Что дает, какие преимущества для танцоров, которые выступили, едут ли они куда-то дальше выступать, или какие у них есть перспективы после этого конкурса? У нас сейчас есть рейтинг танцоров. Помимо «Нефертити» мы еще проводим «Королеву Болиданс Крыма» в Ялте и первый международный фестиваль «Макту» в Судаке. И вот в течение года наши танцоры зарабатывают себе рейтинг и получают потом премию «Года лучший рейтинговый танцор». Это их стимулирует расти, и они развиваются благодаря... Эти премии уже от Лиги профессионалов или от вашей лиги? От нашей лиги, от нашей лиги. Ну, насколько мы знаем, ты уже столько времени в танце, уже основала такую свою, так сказать, империю в Крыму, но сейчас ты живешь в другом городе. Это по семейным обстоятельствам. Там у меня муж оттуда родом, это Архангельская область, Вельский район, поселок Кулой. Я даже не в городе живу. Ты с природой, да? Да, я там уже создала два коллектива. Один называется коллектив восточного танца «Варда Эль Сахара» в Кулой и школа восточного танца «Бас» в Вельске. На данный момент у меня 60 учеников, и они уже выступают, ездят, занимают призовые места, чем меня очень радует. Сейчас я очень за ними скучаю. Ну, вот у нас такие перерывчики я им делаю, когда я уезжаю в Крым. Ну, какие у тебя сейчас ориентиры? То есть в Крыму все работает, и без тебя, да? Ты уже натренировала своих тренеров, так сказать. Работает фестиваль, работает лига, орг-комитет. В Архангельской области также все работает. Какие для тебя следующие ориентиры? В перспективе я бы хотела сама куда-то бы выехать. Только когда я вернусь в форму после родов, после определенных жизненных ситуаций, я, конечно, очень хочу выйти на сцену так, как я была раньше. То есть еще раз покорить всех? Ну, да, да, есть профессиональная цель – танцевать лучше себя всегда есть. Если танцор решил, что он уже профессионально шикарно танцует, значит, ему некуда развиваться, пусть и не дома. А тот, который всегда будет недоволен собой, он всегда будет развиваться. Потому что это должна быть всегда примером для всех многочисленных танцоров, которые знают тебя по всей стране. Ну, да, мы стараемся. Ну, расскажи немножко о Лиге профессионалов. Как ты стала президентом, как ты организовала Крыму? Я сказала Крымская Лига Восточной. Станция Лига профессионалов – это у нас Всероссийская, где президент является моя любимая Елена Рамазанова-Усмановна. А Крымскую Лигу я создала, когда поняла, что хочу объединить и развивать это более на другом уровне. И это же не может быть просто как фестиваль называться. Поэтому такая структура, где будет более положение прописано, тоже эстетика общения между тренеров и судей, между судьями и участниками. То есть все равно какая-то будет структура. Анастасия, есть ли у тебя вот уже те люди, которые ты считаешь, что ты вырастила настоящих звезд в восточном танце? Да, я очень горжусь своей ученицей Еленой Шетченко, которая живет в Бахчисарае. У нее же две школы своих тоже. Латифа Дэнс Бахчисарае и Угловое. А дальше танцоры у нас в последнее время почему-то переходят из клуба в клуб, и поэтому я не могу уже назвать их имена. Имена я только вот те, которые верны мне до конца. Есть ли какая-то большая мечта, которую бы ты хотела воплотить еще в ближайшее время? Как в мисс красоты. Мир во всем мире, чтобы было побольше добра и уважения между людьми. Ну и в завершении нашего интервью хочу узнать, есть ли какие-то ближайшие события, ближайшие мероприятия в Восточной? Совсем близко. Совсем близко на этих выходных пройдет фестиваль восточного танца Нефертити. Уже 19-й, а следующий год мы празднуем десятилетие. Будет 20-й, где будет очень много подарков, призов. И поэтому, я думаю, мы достойно встретим наше 20-летие. Я представляю, как это будет грандиозно, громко и шумно. Также вы прилетите снова праздновать его. Конечно, конечно. Вы, наверное, его всегда открываете, закрываете, и без вас он не проходит. Нет, еще такого не было, слава богу. Что я здесь нужна. Ну, Анастасия, что я хочу пожелать в конце нашего интервью? Чтобы то, не знаю, то гран-при или то третья попытка стать чемпионом мира по восточным танцам обязательно осуществилась в то время, когда это будет нужно, когда этого будет не хватать. И я думаю, что тот пример, который подаетесь всем своим окружающим танцорам и те, кто верят в вас и в ваш успех, я думаю, что всегда будут с вами. Спасибо. Спасибо и до новых встреч. Спасибо. 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 Продолжение следует...